Музыка Главарь террористов так называемой Луганской Народной Республики некто Игорь Плотницкий заявил, что якобы вопрос обмена захваченных силовиками Украины российских спецназовцев уже решен и они включены первыми в список обмена И все это будет делаться через украинский выбор и лично Виктора Медведчука который, напомню, является кумом Владимира Путина Предполагаю, что это естественный, на мой взгляд, информационный вброс потому что российские военные, которые задержаны украинскими бойцами в ходе этого столкновения, боя столкновения, один украинский солдат погиб, Вадим Пугачев Царство ему небесное, уже дают не только признательные показания а и рассказывают всему миру о том, что русские, российские солдаты воюют на территории Украины Сегодня у них были журналисты, были представители ОБСЕ С журналистами эти пленные российские солдаты общаться отказались Хотя уже много чего они сказали, в том числе и миру и я надеюсь, что будет открытый суд и суд признает их террористами, виновными в убийстве украинского гражданина украинского бойца, солдата вооруженных сил Украины Вот так мы начинаем и продолжаем нашу неделю Министерство внутренних справ Украины хочет залучить и это очень интересно, залучить иноземных полицейских до патруливания улиц в Украине Насколько вам известно, тема патрулирования очень нам близка так же, как и моему коллеге по этому эфиру Юрию Казаризу координатору учебно-тренировочного лагеря «Владейска-Сич-Укроп» Так вот, о патрулировании иностранцами наших улиц заявил замглавы МВД Тигран Авакян И далее мовою оригиналу Мы запропонували залучать полицейских из краин, где немае суттевого мовного та ментального барьеря с Украиной Мается на увазе Польша, Словаччина, краины Балтии Посмотрим, появятся ли на замену общественным патрулям, в том числе и в Одессе, представители полиции, других государств Ну, эксперимент, конечно же Мы посмотрим, что из этого получится и будет реализована такая мечта руководителя украинского МВД Юр, добрый вечер, 737-7310, телефон прямого эфира Я хочу напомнить, что 19 мая, чуть не сказал, все прогрессивное человечество По крайней мере, те ученые, общественники, которые об этом знают Напоминаю вам, уважаемый телезритель, что в 1415 году, 19 мая, один из польских историков впервые отметил письменное упоминание о крепости, которая находилась на месте нашего славного града Одесса Кочубеев, Коцубеев, Хаджибей, разные названия Ну, 600 лет, не знаю, будете отмечать или будете разбираться в исторических корнях Хочу сказать только одно Учитывая интерес к этой теме, что и показал эфир накануне ЮНЕСКО утверждает такие правила, по которым летоисчисление населенного пункта ведется как раз с первого письменного упоминания Любителям России есть такие среди нашей аудитории Хочу напомнить, что если говорить о Москве, то свое летоисчисление она как раз ведет с первого письменного упоминания А вот князю Долгорукому надо было бы что-то поотрывать, он на Москву основал Но это так уже реплика, не имеющая к теме разговора никакого отношения Я про Юрия Казариза, Адаис Кусич Укроп Еще раз добрый вечер Прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим небольшой видеоролик и продолжим разговор Что-то новенькое появилось в жизни укропа Здесь вам не равнина, здесь климат иной И тут лавина от назадной И здесь за камнепадом ревет камнепад И можно свернуть, обрыв обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Кто здесь не бывал, кто не рисковал Тот сам себя не испытал Пусть даже внизу он звезды хватал с небес Внизу не встретишь, как ни тянись За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Нет алых роз и траурных лет И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил И пусть говорят, да пусть говорят Но нет, никто не гибнет зря Так лучше, чем от водки и от простуд Другие придут, сменив уют На риск и непомерный труд Пройдут к тобой непройденный маршрут Другие придут, сменив уют На риск и непомерный труд Пройдут к тобой непройденный маршрут Отвесные стены, а ну не зевай Ты здесь на везение не уповай В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук На руки другой впитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук На руки другой вбитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим ступени ни шагу назад И от напряжения колени дрожат И сердце готово к вершине бежать из груди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем другим У которых вершина еще впереди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем другим У которых вершина еще впереди Ну вот такой небольшой видеоролик, подготовленный по итогам выходных. Что это было, расскажет Юрий Казарис. И как Юра указывает в социальных сетях, это очередной этап, очередной шаг в развитии водойской сечи укроп. Несмотря на различные вещи, которые происходят, но об этом в следующем эфире или вне него. Юра, итак, что это было, потому что Высоцкий-то, конечно, всех покорил. Покорили ли вы ту высоту, о которой мечтает сегодня водойская сечь укроп? Ну, огромное спасибо нашим друзьям, которые согласились с нами пойти на это мероприятие, показать очень многого из туристического альпинизма. Ну, у нас основная ставка с приходом инструктора Тихова, который является спецназовцем, посвятившим всю свою жизнь военному искусству. И основная наставка — это на штурмовой альпинизм, на военный штурмовой альпинизм. Безумные ощущения, ну, это сложно даже передать. То есть примерно похоже на прыжок с парашюта, когда ты первый шаг вступаешь в пропасть, и опередит тебя отвесная стена, то есть, причем, когда ты в окно уже там с пятого раза сантиметр в сантиметр влетаешь четко и готов дальше поражать цели, то есть это не просто бежать и стрелять, там, или обычная тактическая стрельба, а это иногда и верх ногами заглядывать в окно и поражать цель. То есть это не просто эффектно, это безумно интересно и несет с собой массу впечатлений, эмоций и перешагивания через себя. Те дети, которые у нас были, 11 класс, вот мы разрешили, ну, как бы, разрешили им попробовать что-то такое, причем все дети, в том числе и девчонки, все спустились, там, четырехэтажка, с четвертого этажа, ну, перешагнули себя. Это вот направление одно из. Я бы вообще, я сейчас буду очень жестко говорить, и назову, ну, потреблю сейчас фразу, парад лицемерия. Вот мы привыкли мыслить, особенно вот и в журналистике, яркими какими-то моментами. Вот те же два офицера-спецназовца, которые всего лишь одни из сотен, а то и тысяч тех, кто приехали из России, непонятно за что воевать, убивать своих братьев, которые уже, как бы, уже сомневаются, что они нам братья, да? Я думаю, сомнений-то нет, но это тема, как бы, другого разговора, тем не менее. Жесткие вещи. Я понимаю, о чем ты сейчас будешь говорить и лицемерие. Ты хочешь сказать о неприятной, в том числе для укропа вещей. Неприятные они для укропа, для Одесской Сечи в том, что сегодня так и не удалось пока обрести, я не хочу сказать покровителя того человека или тех людей, которые, видя важность этой работы, хотели бы Одесской Сечи помогать, да? То есть, вот как-то вот так, мне кажется. Ну вот, на сегодняшний день, за год нашей работы, а это тысячи, уже больше тысячи людей, прошедших через наш лагерь, кто-то больше занимался, кто-то меньше. Это несколько направлений, которые уже перешли далеко за начальную военную подготовку. Это и культурное массовое мероприятие, это и наша спадщина, то, что мы уже очень плотно занялись этим моментом, то есть Одесса-Казацкая, все те исторические моменты, которые там нам помогает Олег Гава, это внедрять. То есть, опыт той же Казацкой Сечи, которой 300 лет не могли ничего не справиться, враги наши, которая была эффективна, в том числе и за пределами нашего государства. Кстати, хочу сказать, что буквально вот в эти дни в центре Вены появился памятник, установленный в честь украинских казаков, потому что мы хорошо знаем из истории, что казаки помогали Австро-Венгерской империи, по тем временам прославились в боях. Такой памятник столице Австрии появился. Так вот, у нас на самом деле в городе две таких инициативы, это Патриот и Одесса-Казачий-Укроп. Патриот, он в основном на тактическом поле, там в районе Чебанки. То есть, ну, наше преимущество в чем, что мы как бы в центре города находимся, и нам очень легко доехать. На то мы и рассчитывали, что люди после работы, люди ответственные, люди занятые, люди, которые как бы уделяют внимание своей работе, семье, тем не менее, есть возможность как бы заниматься и получать необходимые опыты. За все это время ни один чиновник у нас не появился. Ни со спорта, ни с образования, тем не менее, мы переснимаем кучу передач, куча всяких сюжетов выходит в эфирах, ничто не только медиа-инфо, многих других каналов засыпаны интернет разными статьями о нас. О том, что сколько мы полезной работы проводим. Ни мецената, ни чиновника, хоть вот такого вот, хоть ничтожного чиновника у нас не появилось. Юль, я, помнится, предлагал, что надо обратиться, наверное, к губернатору Одесской области, чтобы собрал на базе Вадайской Сечи и Укроп всех чиновников, по крайней мере, первых лиц районов, и провести с ними занятия по мобилизационной подготовке. Есть такие планы, кстати, по территориальной обороне, можно отработать. И тогда, я думаю, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Такой вариант рассматривается? Да, такой вариант было предложение, очень дарочное предложение. И мы надеемся, что это когда-то на самом деле произойдет. Я вполне серьезно к этому отношусь. Есть наш исторический опыт. Премьер Пустовотенко проводил, и оно оказало такой хороший эффект. Правда, речь-то шла о выплатах зарплат задолжникам. У нас очень обширная программа для чиновников, то есть с экстримом в том числе. Я думаю, что... Ну и пока с возвращением на базу после занятия. Да, потому что мы надеемся, что после этого занятия мы будем ждать их в следующий раз. Или... Ну, это надо... Эти стены, этот протекающий потолок, эти условия должны ощутить на себе. Те, кто называют себя меценатами, те, кто называют себя публичными людьми. Мы вот будем буквально через несколько месяцев видеть этот снова, назову еще, парад лицемерия, обвешанный весь город билбордами за 3 тысячи гривен. И это вот граждане действительно, я прошу сразу же сделать выводы, что это те 3 тысячи гривен, которые могли бы быть потрачены на детей, мамы и папы, которых нам обрывают трубку и говорят, мы готовы сдать, мы хотим сдать наших детей к вам на патриотическое воспитание. Сейчас сложно, мы же не берем денег за это, то есть стараемся, стараемся все на самообслуживание, то есть там разве что какие-то, может быть, организационные взносы. Ну это не мероприятие для заработка, то есть это чисто патриотический... Юра, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, что говорит телезритель. Здравствуйте. Добрый вечер. Давай. Здравствуйте. Юрий, ну, во-первых, я могу, я хотела к вам обратиться. Ну, во-первых, нужно быть таким патриотом, не судите по себе о чиновниках, нужно быть патриотом. Они, к сожалению, патриоты, наверное, другой страны, но никак не Украины. И поэтому это ошибочно, о том, что у них совесть проснется, они... спасение утопающих дело рук самих утопающих. Но я еще хочу вот что сказать. Я сегодня смотрела страшные новости на ИСИ-ТВ по поводу Я... Я, знаете, полигон военный Яворев. Там происходит и учение близко, а вы бы видели наших солдат. Это просто что-то страшное и дикое, за которое нужно судить. Они раздеты и разуты. Они просто... им не в чем помыться, постираться. Они едят то, что приносят местные жители. И, казалось бы, вот тебе Львов, вот тебе... Ну, они же патриоты, они же такие... Я вам сразу скажу, дело-то не во Львове, а Яворский полигон для меня родной полигон, на нем 4 года провел, поэтому могу говорить о старичах, как раз КПП там показывали. Я не знаю, видели ли вы этот сюжет. Спасибо за звоночек. Нет, еще, позвольте, Алло, еще минутку. Можно еще... Да, да, говорите, говорите. Я что хочу сказать? Конечно, нет, тут дело во всех нас, потому что это наши войны. Сто процентов. Это и львовян касаемо, и военных, прежде всего, которые должны быть судимы за это. Поэтому у меня к вам персональная просьба. Может быть, вы же, по-моему, помощник Тымчука, нардепа. И нардепы не смотрят, но он-то смотрит за этим всем. Пускай он обратит внимание. И нужно посмотреть, что в Одессе творится. А Юрию нужно добиваться. Юрия, не ждите милости от них. Они не патриоты, как вы. Добивайтесь, требуйте. Вы требуете, делайте святое дело. И поэтому тут не надо быть скромным настолько. Все правильно, согласен, спасибо. Что является Дмитрием Тымчука? Не являюсь помощником народного депутата. Так же, как и Дмитрий, являюсь координатором группы информационного сопротивления. Только на юге нашей страны. Юр, ну вот, в принципе, тут все правильно говорится. Вот такие сюжеты, которые показаны были, в том числе, по российским каналам, они, кроме возмущения, ничего не вызывают. Но, мне кажется, соль вопроса в другом. В том, что надеяться на кого-то сегодня не приходится. И вы это знаете лучше меня. Выход из ситуации какой же? Естественно, мы видим, прежде всего, в своих действиях какие-то недоработки. А именно, на следующей неделе, всю эту неделю и следующую неделю мы посвятим засыпанию писем, письмами всех чиновников разных структур, возможных меценатов. А потом будем смотреть на их реакцию. Я думаю, что мы публично будем оценивать реакцию каждого из них. Буду проситься к вам на телевидении, буду проситься еще к журналистам обращаться. То есть, привлекать максимальное влияние. То есть, пока других вариантов я, как бы, не вижу. Хотя есть многие знакомые, которые, в принципе, могли бы отреагировать. Да, ну вот, как-то мы не видим этой реакции. Юра, давайте все-таки немножко позитивить, чтобы наши телезрители не думали, что все так плохо, благодаря, в том числе, и Укропа Одесской Сечи. Я знаю, что будет тренировка и по рукопашному бою. Это спас. Что будет, вернее, задуман поход. Но это вообще, мне кажется, такое неподъемное дело. Это я вот честно говорю. Он мне не верит. Сказал, что все равно добьется. Пусть добьется, я же не против. Юр, так что там будет? Какой-то поход на чайки казацкой, спас. Что вообще это такое? У нас вообще, да, город мореплавателей. Это факт. Казацкая Сечи зародилась, в том числе, и вот есть информация, что в том числе и Одесса принимала в этом участие. Ну вот, разгромили все, украли все то, что принадлежало детям в области мореплавания, да, там детские школы и все такое. И вот мы, как бы, мы Казацкая Сечи, да, то есть мы по земле, мы нормально передвигаемся уже, мы уже в воздухе передвигаемся, почти. И вот мы планируем наводу, то есть, а чем? Сейчас пока, как бы, рассматривается вариант о том, что у нас есть три чайки, которые мы пытаемся найти контакты, сконтактировать и сделать такой амбициозный проект по привлечению внимания политически-культурной мероприятия, по привлечению внимания к проблемам Украины, общей культуре Украины. Потому что рядовой европеец видит проблемы Украины так же само, как некогда мы проблемы сирийца видели, да, когда в них тоже происходило. То есть, и планируем посетить несколько столиц европейских. И вот рано или поздно, то есть мы уже в этом году, есть такая амбициозная идея, что у нас своя чайка должна появиться. У нас есть... Юр, я буду циником, но скажу то, что думаю. Вот, кажется, как раз выборы, местные советы, которых вы тут скользь упоминали в октябре, вот, и надо использовать таким образом, чтобы и чайка появилась, и курсанты могли сходить на чайки вот по тому маршруту, который вы себе нарисовали. И все-таки спас рукопашный бой, с альпинизмом военным понятно, дело стартовало и начинает развиваться. Рукопашников готовить кем будем и с кем? Ну, у нас есть друзья, которые там и в Раде, там, старейшин, там, казаков, они участвуют. У нас Олег Гава, это один из первоклассных идеологов страны, что касается, то есть вот истории, культуры. И что такое спас, вот как он говорит? Ребят, пока вы, ну, в самом слове спас, это, ну, уже глубинный смысл какой, да. Пока вы не обретете, не изучите спас, то есть вы не научитесь действовать адекватно, правильно. То есть вы хотите сказать, что такой украинский шаолин? Ну да, да, шаолин пошел после наших боевых искусств. То есть там даже у меня, я уже ношусь два года с мыслью о том, что мы должны провести фестиваль боевых искусств. Там, где и рассматривается как историческое развитие всех боевых искусств. И начало как раз с наших земель. И как замыкается оно снова в возрождении. То есть и мы видим характер действий только через познание нашей испачины. Юр, а давайте вот используем этот эфир и для того, чтобы обратиться к одесситам с просьбой помочь. Ну, ничего зазорного в этом я не вижу. Кому обращаться? Чем необходимо помогать? Я понимаю, что не только финансовые средства, есть какие-то другие материальные ценности. Сергей, ну вот честно сказать, вот как раз и участвуют во всем-то как раз рядовые одесситы. Рядовые одесситы и там, там, тех несчастных, там, тех 100 гривен, 200 гривен. То есть вот, мы же не только, мы же куча у нас всяких там проектов, которые мы... И вот мы видим участие рядовых одесситов. Они и так участвуют, они и так наши друзья в фейсбуке читают и помогают всеми возможными там способами. Но у нас серьезный проект. Вот на 60 человек у нас запланирован лагерь, сейчас лето. К нам готовы приехать и люди с разных там областей. Мы можем предоставить уникальную возможность на свежем воздухе, да, проживание, питание. То есть инфраструктуру мы запланировали, что мы можем вписаться в 50 гривен, это организационный сбор. И питание мы можем, у нас полевая кухня, мы можем организовать все. Культурная программа, патриотическое воспитание, море, через наши дружественные организации, там автомайданы, куча-куча таких дружественных организаций, мы можем делать культурно, массовые всякие мероприятия. То есть это проживание и все. Это сейчас каждую копейку отдают нашим близким, друзьям, товарищам, которые сейчас воюют в АТО. То есть нет лишних денег сейчас. Но тем не менее нам нужно общаться, нам нужно сплачиваться, нам нужно генерировать новые проекты. Не просто кричать «Слава Украине!», нам нужно думать о силиконовой долине, это под Одессой. Нам нужно думать о каких-то амбициозных, может нам нафиг не нужны такие депутаты, которые сидят и делают вид, что они беспокоятся о городе, а на самом деле продают место под мафом за 10 тысяч долларов. Может быть делаем электронное голосование, сделаем систему, которая отменит вот этих кучи спиногрызов, которые нам не нужны и не участвуют в этом. Давайте создавать площадки, генерировать, делать эволюцию. Не революцию, а эволюцию. То есть мы готовы к этому. И не хотелось бы обращаться именно к одесситам. Хотелось бы обратиться к тем, кто сейчас... У нас есть три категории. Те, кто воюют в АТО, те, кто меняют страну, и те, кто за спинами... Ну, есть еще третья категория, меня поправили, что есть люди, которые зарабатывают деньги и помогают сейчас волонтерам. Но есть и те, кто, пользуясь этим всем, просто обворовывают страну. Вот четыре категории. Давайте сделаем так. Мысли прозвучали, предложения в том числе тоже. Мы берем на себя информационное обеспечение этого процесса, возьму на себя такую смелость, и готовы поддержать в ваших обращениях в том числе. Ну и самое главное, проконтролировать, как будут чиновники, на которых мало надежды, если так быть откровенным. По крайней мере, можем в этой студии, в прямом эфире, потом назвать фамилии тех, кто не хочет, чтобы наши мальчишки и девчонки одесские, не только одесские, росли здоровыми, росли патриотами нашей страны. А не патриоты, поверьте мне, потому что знаю, на примере нашей семьи младшая дочь из резиночек собирает сейчас какие-то браслетики, и вот ребенок признался, будет продавать в школе, чтобы собрать деньги солдатам в АТО. Вот, наверное, с этого начинается в том числе патриотизм. Вам удачи, Одесской Сечи, укроп удачи, а я сейчас скажу, что в ближайшие дни в нашей студии, мы будем говорить, ну, гостями этой студии станут люди, которые известны не только в Украине, а и далеко за пределами нашей страны, французский музыкант и режиссер Брюно Монцежон. Вполне вероятно, в этой студии появится народный депутат Украины Борис Филатов, известный украинский актер, один из героев Национальной гвардии, новый сериал, Алексей Горбунов, встречайте, будьте с нами. Ну, а теперь на завершение. Тут много говорят о том, что надо обращаться хорошо с пленными русскими солдатами, которые вот сейчас дают показания, наверное, это правда. Но я хочу, чтобы те, кто говорит, что сюда придет Россия или хотят, чтобы пришел наш враг, я хочу, еще раз повторюсь, чтобы к вам ночью приходили те ребята, фотографии которых вы сейчас увидите в нашем клипе. Это одесские герои, погибшие в АТО. Посмотрите им в глаза, посмотрите в эти лица. Они сражались за Одессу, за Украину, за каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok